Дамы и господа, хранитель традиций, знаток истории, человек-праздник Михаил Борисов! Доброе утро, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемый «Голос свыше!» Я приглашаю в студию моих соведущих, юных, прекрасных, Ириду Хусаинову, Инну Воронину, Викторию Фанину! Рады приветствовать! Доброе утро! Здравствуйте! Друзья, все смешалось в богатой российской истории. Мы уже не удивляемся, что согласно языческой традиции, сегодня отмечаем день Ивана Купалы, а завтра празднуем день семьи, любви и верности, уходящей своими корнями христианства. Михаил Борисович, но ведь на Ивана Купалу девушки тоже традиционно искали своего суженного, так что, по сути, противоречий нет. Любовь и семья во все времена были и остаются главным в нашей жизни. А верность является высшим проявлением любви. Да! Время не стоит на месте. Мы сохраняем старые традиции, создаем новые. Это и есть жизнь! Точное сведение о сегодняшнем тиражах собирает и сохраняет наш информационный центр. По традиции радостно приветствует всех зрителей в нашей студии! И всегда открыт новому ультрасовременный электронный музыкальный проект «Флэн Купла». Друзья, в преддверии Дня Семьи, Любви и Верности хочу сказать, что в нашем кругу по семейному тепло. Мы любим удачу и верны ее принципам, потому что у нас... БИГОЛЁТ! Сегодня в лотерее «Бинго 75» 6 из 36 «Золотая подкова», «Жилищная лотерея» и «Русское лото» будет разыгрываться 1 миллиард 326 миллионов 501 тысяча 983 рубля. А я с удовольствием представляю нашу уважаемую тиражную комиссию. Волонтер объединения многодетных семей города Москвы Елена Рязанова! Юрист Евгений Проховник! Семейный психолог, блогер Анна Караваева! Я хочу пригласить в студию нашу сегодняшнюю гостью, общественный деятель, бизнесвумен, но прежде всего счастливая жена и мама семерых сыновей! Встречаем Алина Беларева! Здравствуйте! 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 Очень рад, прошу вас! Алина, ну, семь сыновей! Семь! Семь богатырей! Чешуей, как жар горя! Да, просто семь богатырей! Называйте, кому сколько лет и как кого зовут! Старший Александр, ему 22 года. 18-летний Илья, он уже тоже совершеннолетний. За ним идут школьники Артем, 16 лет. Кирилл, 10 лет. Глеб, 8. Матвей, 7 лет. Кстати, сегодня они здесь как раз. А, я вижу. И дома остался еще маленький Арсений, ему всего 4 года. Прекрасно. Ребята, я очень рад приветствовать вас у нас в студии. Молодцы, что пришли вместе с мамой. Сразу видно дружная семья. А, кстати, это правда, что ваша семья была названа в Москве в 2017 году семьей года? Да, это правда. Мы в 2017 году стали победителями семьи года. Правда. Ну, поздравляем. Спасибо. Мы пойдем и продолжим нашу семейную тему за чашкой чая. А мои коллеги приступят к номинации лотерея Бинго 75. Удачи всем! Прошу вас! Мы начинаем розыгрыш 115-го тиража лотереи Бинго 75. В лотереи Бинго 75 каждый билет дает три шанса на победу. Подробные правила вы найдете на сайте stoloto.ru и на лотерейных билетах. Призовой фонд 115-го тиража составляет 5 миллионов 796 тысяч 600 рублей. Джекпот 32 миллиона 78 тысяч 412 рублей. Вы выиграете джекпот, если в вашем билете все 24 числа игрового поля раньше других совпадут с номерами шаров, выпавших из лототрона до 43-го хода включительно. Запускаем лототрон! Первый тур углы. Выигрывают билеты, в которых 4 числа, расположенные в углах игрового поля, совпадут с номерами шаров, выпавших из лототрона до 28-го хода включительно. Мы ждем первый шар. 24 Шар номер 8 1 54 Шар номер 23 21 Шар номер 14 14 47 Шар номер 67 33 58 Шар номер 17 Шар номер 17 Шар номер 73 Шар номер 73 49 Шар номер 43 Шар номер 43 70 16 Шар номер 31 12 36 49 Шар номер 51 48 Шар номер 25 Стоп игра И стоп игра Первый тур углы завершен В первом туре выиграли 1045 билетов Игра составил 200 рублей на каждый выигравший билет Мы поздравляем победителей Желаем всем удачи в следующих турах Начинаем второй тур пересечения Выигрывают билеты, в которых 8 чисел, образующие пересечение на игровом поле Совпадут с номерами выпавших шаров до 38-го хода включительно Я напоминаю, что билеты, которые выиграли в первом туре Продолжают участвовать в розыгрыше и могут выиграть еще дважды Запускаем лототраум 39 Шар номер 37 57 Шар номер 13 45 46 Шар номер 26 Шар номер 5 Шар номер 5 Стоп игра И стоп игра Второй тур пересечения завершен Во втором туре выиграли 220 билетов Игра составил 1000 рублей на каждый выигравший билет Поздравляем победителей И напоминаем, что ваши билеты могут выиграть еще раз Начинаем третий тур Карточка 55 Выигрывают билеты, в которых все 24 числа игрового поля Совпадут с номерами шаров, выпавших из злототрона до 55-го хода включительно Если в конце третьего тура в вашем билете будут зачеркнуты все числа, то ваш билет выиграет А если это случится до 43-го хода включительно и раньше других, то вы выиграете джеппот, который составляет 32 миллиона 78 тысяч 412 рублей Запускаем лототрон 53 Шар номер 71 72 22 Внимание! Следующий ход 43 И сейчас мы узнаем, будет ли разыгран джекпот Ждем следующий шар И это шар номер 10 В 115-м тираже лотереи Бинго 75 джекпот не разыгран Его призовой фонд переходит в следующий тираж И мы продолжаем третий тур Ждем следующий шар 20 Шар номер 4 68 Шар номер 41 6 Шар номер 30 Шар номер 30 64 38 52 Шар номер 3 Шар номер 3 7 Шар номер 34 Шар номер 34 Стоп игра! И стоп игра! Третий тур Карточка 55 завершен Выиграли 19 билетов Выигрыш составил 20 тысяч рублей На каждый выигравший билет Поздравляем всех победителей туров Карточка 55 И продолжаем розыгрыш 115-го тиража лотереи Бинго 75 Переходим к категории последний ход В ней выигрывают билеты В которых до 72-го хода включительно Будут зачеркнуты все 24 числа игрового поля Сейчас в розыгрыш участвуют билеты В игровом поле которых все еще остались незачеркнутые числа Их нужно успеть зачеркнуть до последнего хода Запускаем лототрон Шестьдесят три Шестьдесят пять Шар номер 19 15 55 55 32 59 Шар номер 56 50 50 62 15 60 69 42 Шар номер 40 60 9 27 7 74 18 Стоп игра! Стоп игра! Это был последний ход сегодняшнего тиража лотереи Бинго 75. Выиграли 40 347 билетов. Выигрыш составил 100 рублей на каждый выигравший билет. В ладотроне осталось три шара. Сейчас я назову их номера. Итак, это шар номер 28, 35 и шар номер 44. Напоминаю вам, что эти номера зачеркивать не нужно. Если ни одного из этих номеров в ваших билетах нет, значит, вы выиграли! 115-й тираж лотереи Бинго 75 завершен. А сейчас пришло время подвести итоги сегодняшнего тиража. Сегодня в 115-м тираже лотереи Бинго 75 было разыграно 4 843 700 рублей. Выиграло 41 631 билет. Джекпот следующего тиража 33 миллиона 31 312 рублей. Я от души поздравляю победителей. Напоминаю вам, что розыгрыши тиражей лотереи Бинго 75 проходят 5 раз в неделю. Подробную информацию вы найдете на сайте stoloto.ru. Покупайте лотереи на билеты и внимательно следите за ходом розыгрыша. Помните, что каждый билет лотереи Бинго 75 – это три шанса на победу. Мы поздравляем от души всех победителей Бинго 75. Алина, сколько у вас было сыновей, когда вы решили открыть свой бизнес? Ну, первую свою сферу бизнеса я открывала, когда у меня было трое детей. То есть я была уже многодетной мамой. Когда у меня было шесть сыновей, я уже открывала свою сеть кафе и ресторанов. А когда родился седьмой ребенок, ему был месяц, я уже открывала свой очередной новый объект. Потрясающе. Ну, а ваш муж поддерживал вас в этом начинании? Изначально нет. Понимаю, что это очень сложно и будет забирать маму от семьи, от детей, от мужа. А потом, ну, конечно, если я решила, я обязательно что-то делаю, до конца довожу. И, естественно, у него не было выбора. Конечно, он поддерживал. А как его зовут? Алексей. Алексей. Позвольте выразить вам наше огромное уважение, Алексей. Алина, вообще семь сыновей и семи детей – это какой-то рекорд, это потрясающе, это джек-пот просто какой-то. Ну, у нас, конечно, все скромнее. У нас всего шесть из тридцати шести. Ну, я, конечно, шучу. Лотерея шесть из тридцати шести. Она приносит удачу многим. И сейчас мы желаем удачи всем ее участникам. Мы начинаем розыгрыш 201-го тиража лотереи шесть из тридцати шести. Правила простые. В ваших билетах уже зачеркнуты шесть чисел. Выигрывают билеты, в которых два числа и более совпадут с номерами шаров, выпавших из лототрона. Если совпадут все шесть чисел, то вы выиграете супер-приз. Призовой фонд 201-го тиража лотереи шесть из тридцати шести составляет пять миллионов шестьсот сорок тысяч восемьсот рублей. Гарантированный супер-приз – три миллиона рублей. Запускаем алтатрон. Отлично. Ждем первый шар. Шар номер пятнадцать. Шар номер пятнадцать. Шар номер двадцать семь. Блэк Купро. Шар номер двадцать два. Шар номер двадцать. Шар номер 28. Внимание. Шар номер 17. И я повторяю номера всех шести выпавших из лототрона шаров. 15, 27, 22, 1, 28, 17. А наш голос подскажет, разыгран ли сегодня суперприз. Шесть номеров из шести сегодня ни у кого не совпали. Суперприз не разыгран. Его призовой фон переходит в следующий тираж. А результаты сегодняшнего тиража вы видите на экране. Также с ними можно ознакомиться на сайте stolato.ru. Розыгрыш 201-го тиража лотереи 6 из 36 завершен. Суперприз следующего тиража 3 миллиона 88 тысяч 733 рубля. Через неделю в 202-м тираже лотереи 6 из 36 вас снова ждут тысячи денежных призов и суперприз. Друзья, любой выигрыш или победа это, конечно, огромная радость. Но настоящее счастье дарит нам любовь и семья. Мы еще поговорим об этом, а сейчас короткая пауза. Реклама на НТВ. Друзья, с вами вновь программа «У нас выигрывают». Мы сегодня в преддверии Дня семьи, любви и верности чествуем всех, кто все это уже имеет. И надеемся тоже стать счастливыми обладателями подобных богатых. Но надо признать, что это гораздо сложнее, чем стать обладателем, например, дачного участка в лотереи «Золотая подкова». Поэтому идем по пути наименьшего сопротивления. Или нет? Идем параллельным путем. Выигрываем дачные участки, а они семье только в радость. Удачи всем участникам «Золотой подковы». Мы начинаем розыгрыш 201-го тиража лотереи «Золотая подкова». Призовой фонд сегодняшнего тиража составляет 15 миллионов 660 тысяч 400 рублей. Гарантированный суперприз – 10 миллионов рублей. Дорогие друзья, сегодня в «Золотой подкове» мы разыграем для вас 5 дачных участков и много денежных призов. Вас также ждет дополнительный розыгрыш, копилка. А это еще один шанс на победу. Пусть вам обязательно повезет. Итак, призовой фонд первого тура составляет 100 тысяч рублей. В первом туре выигрывают билеты, в которых все 5 чисел любой горизонтальной строки совпадут с номерами шаров, выпавших из «Золототрона». Запускаем «Золототрон». Ждем первый шар. 64. 54. 12. 28. Внимание! Следующий ход пятый. Дорогие друзья, прямо сейчас у вас есть шанс выиграть гарантированный суперприз лотереи «Золотая подкова», который составляет 10 миллионов рублей. Выигрывают билеты, в которых на пятом ходу все 5 чисел верхней горизонтальной строки верхнего игрового поля билета совпадут с номерами шаров, выпавших из «Золототрона». Ждем следующий шар. Шар номер 3. Суперприз сегодня не разыгран. Его призовой фонд переходит в следующий тираж. Ну а мы продолжаем первый тур и ждем следующий шар. Шар номер 10. Шар номер 10. 15. 33. 69. Стоп игра! Стоп игра! В первом туре лотереи «Золотая подкова» выиграли три билета, приобретенные в Москве, Московской области и Краснодарском крае. Каждый из вас выиграл по 33 тысячи 333 рубля. Поздравляем и наши первые победители! Поздравляем от души! Мы переходим во второй тур. Во втором туре выигрывают билеты, в которых все 15 чисел одного из игровых полей, верхнего или нижнего, совпадут с номерами шаров, выпавших из «Золототрона». Во втором туре мы начинаем разыгрывать пять дачных участков. И снова запускаем «Золототрон». 66. 85. 58. Шар номер 11. 44. 51. 62. 62. Шар номер 50. 34. 82. 62. 71. 88. 38. 38. Шар номер четырнадцать. Сорок. Шестнадцать. Пятьдесят семь. Двадцать три. Сорок один. Сорок два. Пятьдесят пять. Тридцать семь. Восемьдесят. Восемьдесят шесть. Сорок семь. Сорок семь. Сорок три. Шестьдесят. Восемьдесят три. Восемнадцать. 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 Это значит кто-то очень близок к победе. Ждем следующий шар. Пятьдесят девять. Восемнадцать. 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 Семьдесят шесть. Стоп игра. Стоп игра. Во втором туре выиграл один билет, приобретенный в Ямало-Ненецком автономном округе. Ваш выигрыш. Дачный участок. Вам сегодня повезло. Отличных вам дам выходных. И переходим в третий тур. В третьем и последующих турах выигрывают билеты, в которых все тридцать чисел обоих игровых полей совпадут с номерами шаров, выпавших из лототрона. В третьем туре мы продолжаем разыгрывать дачные участки. И снова запускаем для этого лототрон. Тридцать пять. Девяносто. Шар номер пятьдесят три. Двадцать пять. Два. Два. Пятьдесят два. 75 27 Шар номер 9 48 78 89 84 17 30 77 81 31 31 39 49 49 73 Внимание Сложилась предвыборочная ситуация Что ж, ждем следующий для кого-то счастливый шар 74 54 56 61 61 29 Стоп игра Стоп игра В третьем туре выиграл один билет, приобретенный в Тюменской области. Но вот золотая подкова и вам принесла удачу. Вы выиграли дачный участок. Мы поздравляем вас. А я присоединяюсь к поздравлениям. Мы приступаем к четвертому туру, где продолжаем разыгрывать дачные участки. И запускаем ултатрон. 79 Выиграли два билета, приобретенные в Белгородской и Пенсинской областях. Выигрыш. Дачный участок. На каждый выигравший билет. Удачи на вашей стороне. 65 Шар номер 8 Стоимость оставшегося дачного участка поделили между собой сразу 9 билетов. Таким образом, каждый из вас выиграл по 55 556 рублей. Отличный выигрыш. Поздравляем победителей. Сегодня в золотой подкове было разыграно 5 дачных участков. Мы приступаем к розыгрышу оставшегося денежного призового фонда. Размер выигрыша вы сможете видеть на своих экранах. Ждем следующий шар. 63 Шар номер 20 Шар номер 20 1 31 32 46 72 Шар номер четыре. Семь. Тридцать шесть. Двадцать один. Шар номер шесть. Двадцать шесть. Шестьдесят восемь. Двадцать четыре. Семьдесят. Сорок пять. Девятнадцать. Стоп игра. Стоп игра. Это был последний ход 201-го тиража лотереи «Золотая подкова». В «Алтатроне» осталось три шара. Их номера пять, двадцать два, восемьдесят семь. Эти номера в своих билетах зачеркивать не нужно. Если их нет в ваших билетах, прекрасно. Потому что это означает, что вы выиграли. Но это еще не все. Сегодня в «Золотой подкове» мы проводим дополнительный розыгрыш «Копилка». Посмотрите еще раз внимательно на номера невыпавших из «Алтатрона» шаров. Если все они есть в верхнем или нижнем поле вашего билета, значит, вы выиграли в дополнительном розыгрыше. В дополнительном розыгрыше «Копилка». Выиграли 2805 билетов. Выигрыш составил 392 рубля на каждый выигравший билет. Я объявляю результаты сегодняшнего тиража. Итак, уважаемые участники лотереи «Золотая подкова». Сегодня мы разыграли для вас призов на общую сумму 15 миллионов 434 тысячи 486 рублей. Выигравшие сегодня 95 тысяч 287 билетов. Поздравляем наших победителей. 201-й тираж лотереи «Золотая подкова» завершен. Гарантированный суперприз следующего тиража – 10 миллионов рублей. Дорогие друзья, в следующем, 202-м тираже «Золотой подковы» мы разыграем для вас еще 5 дачных участков и множество денежных призов. Пусть «Золотая подкова» и вам принесет удачу. Кстати, удача часто приходит неожиданно, но всегда вовремя. Подробнее об этом в наших новостях. В эфире лотерейные новости. Сегодня, как мы уже и говорили, отмечается день Ивана Купалы. А в ночь на Ивана Купалу, по преданию, девушкой выбирали себе суженого и совершались брачные обряды. Когда героиня нашего сюжета Серафима Ивановна Акимова из Тульской области выиграла в лотерею, она уже знала, как потратить часть выигрыша. Подарит внуку на свадьбу! Подробности счастливой истории в нашем репортаже из Липецка. Меня зовут Акимова Серафима Ивановна. Я приехала из Тульской области, микро-район Соколенки, внуку на свадьбу, в город Липецк. В тираже 274-м жилищной лотереи я выиграла квартиру. Но выигрыш взяла деньгами. Я прям сразу решила, что им дам по 500 тысяч сразу. У меня их трое – дочь, внук и внучка. Я купила себе новый автомобиль, а предыдущий автомобиль свой я подарила брату. Мне подарили машину, которая до этого была у сестры. Нам. Нам, нам. Как подарок на свадьбу, да. Представьте. Дорогие молодожены, Илья и Юлия. Бабушка Серафима оказалась мудрой бабушкой. Она не только купила заветный билет, который выиграл, она еще помогла вам. Счастья, здоровья и, конечно же, Горька! Покупайте и выиграйте. Когда-нибудь удача вам улыбнется, как говорится. Мы тоже от души желаем счастья и любви молодоженам. Вы слышали, что бабушка Серафима выиграла свой приз в жилищную утрею. А вы помните, что в жилищной утреи разыгрывается трехкомнатная квартира в Москве площадью более 100 квадратных метров с панорамным видом на город. Мы следим за тем, как продвигается в ней ремонт, и наша съемочная группа навестила рабочих. В выходные все плюсы этого современного жилого комплекса на севере столицы становятся еще заметнее. Жильцы гуляют в близлежащих парках и любуются красивыми пейзажами. С комфортом отдохнуть можно и в уютном дворе. Чтобы зайти в кафе или магазины, даже не придется покидать территорию. Они открылись прямо в доме. На 24 этаже в квартире, которая ждет своего владельца, продолжается ремонт. Уже закончена заливка полов, проведено электричество, установлены напольные радиаторы. Стены отштукатурили и зашпатлевали. Сейчас рабочие заняты укладкой плитки в ванной. Чтобы швы получились аккуратными и тонкими, нужно точно рассчитать количество клея и следить, чтобы каждая плитка лежала ровно. Тем временем в комнатах клеят обои. Специальные, под покраску, белые и гладкие. Перед тем, как продолжать работы, нужно подождать несколько дней, чтобы клей высох. Из наших следующих сюжетов вы узнаете, какие оттенки дизайнер выбрал для этой роскошной квартиры. И увидите, как продвигается покраска стен. Все самое интересное впереди, ведь отделка очень творческий этап. Ой, какая прекрасная квартира, площадью более 100 квадратных метров. Да что нам говорить, я желаю вам ее выиграть. Розыгрыш жилищного лутерея прямо сейчас. Дорогие друзья, сегодня в 345-м тираже жилищной лутереи мы разыграем для вас 10 квартир у моря и множество денежных пизок. Желаю вам удачи. Мы приступаем к розыгрышу 345-го тиража жилищной лутереи. Призовой фонд 345-го тиража составляет 27 551 050 рублей. Суперприз жилищной лутереи. Трехкомнатная квартира в Москве площадью более 100 квадратных метров с панорамным видом на город. И 24 402 513 рублей. Мы запускаем лототрон. Призовой фонд первого тура составляет 210 000 рублей. В первом туре выигрывают билеты, в которых все пять чисел любой горизонтальной строки совпадут с номерами шаров, выпавших из лототрона. Подробно ознакомиться с правилами жилищной лутереи вы можете на лотерейных билетах и на сайте 100loto.ru Мы ждем первый шаг. 88 Шар номер 85 9 Шар номер 7 11 Шар номер 61 12 75 Стоп игра И стоп игра Итак, в первом туре жилищной лотереи выиграли два билета, приобретенные в Архангельской области и Тульской области. Выигрыш 105 000 рублей на каждый выигравший билет. Поздравляем наших победителей. А мы переходим во второй тур и начинаем разыгрывать 10 квартир у моря. Во втором туре выигрывают билеты, в которых все 15 чисел одного из игровых полей, верхнего или нижнего, совпадут с номерами шаров, выпавших из лототрона. Запускаем лототрону. Запускаем лототрону. 17 Внимание! Следующий ход 10. Это значит, что прямо сейчас может быть разыгран суперприз жилищной лотереи. Я напомню, что это трехкомнатная квартира в Москве, площадью более 100 квадратных метров, с панорамным видом на город и, внимание, 24 миллиона 402 тысячи 513 рублей. Выигрывают билеты, в которых на 10-м ходу все 10 чисел любых двух горизонтальных строк совпадут с номерами шаров, выпавших из лототрона. Мы ждем 10-й шар. Шар номер 18. Суперприз сегодня не разыграл. Его призовой фон переходит в следующий тираж, а мы продолжаем ждать победителя. И продолжаем второй тур. Ждем следующий шар. 50 69 Шар номер 53. 48 56 Шар номер 25. 4 Шар номер 22. Шар номер 22. 8 90 90 Шар номер 32. 90 Шар номер 32. 33 76 Шар номер 87. 77. 78. 30. Шар номер 73. 30. Шар номер 73. 52. Шар номер 14. 14 Шар номер 14. 43. 43. 35. 52. Шар номер 15. 55. 79. 65. Шар номер 37. 63. 72. 72. 74. 58. Шар номер 71. Стоп игра! И стоп игра! Во втором туре выиграли два билета, приобретенные в Краснодарском крае и Москве. Сегодня потрясающий летний день. Каждый из вас стал обладателем «Квартиры у моря». Поздравляем! Вам отправляются мои поздравления, но всем остальным участникам жилищной утреи по желанию удачи, потому что мы переходим в третий тур, в котором продолжаем разыгрывать «Квартиры у моря». В третьем и последующих турах выигрывают билеты, в которых все 30 чисел обоих игровых полей совпадут с номерами шаров, выпавших из «Лототрона». Запускаем «Лототрон». 84. 42. Шар номер 68. 23. 44. 70. 83. 33. 34. 57. Шар номер 45. 80. 41 Шар номер 39 66 24 86 64 Шар номер 6 38 31 5 Шар номер 10 40 Шар номер 46 Стоп игра! И стоп игра! В третьем туре выиграл один билет, приобретенный в Краснодарском крае. Ну что же, вам сегодня повезло. Вы выиграли квартиру моря. Поздравляем нашего победителя. Рады за вас. И переходим в четвертый тур, в котором мы продолжаем разыгрывать квартиру моря. Запускаем лототрон. Выиграли два билета, приобретенные в Ставропольском крае и Волгоградской области. Выигрыш квартира у моря на каждый выигравший билет. Мечты сбываются, друзья. Принимайте наши поздравления. Мы продолжаем. Ждем следующий шар. Двадцать. Стоимость оставшихся пяти квартир у моря поделили между собой сразу девять билетов. Таким образом, каждый из вас выиграл по 777 тысяч 778 рублей. У нас выигрывают, друзья. Сегодня в жилищной лотерее было разыграно 10 квартир у моря. Поздравляем победителей. А мы приступаем к розыгрышу оставшегося денежного призов фонда 345-го тиража жилищной лотереи. Размер выигрыша вы будете видеть на своих экранах. Ждем следующий шар. Пятьдесят четыре. Один. Шар номер семьдесят семь. Сорок девять. Двадцать девять. Шар номер двадцать восемь. Шестьдесят семь. Двадцать один. Шар номер восемьдесят один. Двадцать шесть. Шестьдесят два. Шар номер двадцать. 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 Шар номер девятнадцать. Двадцать семь. Восемьдесят два. Шестьдесят. Шар номер тринадцать. Стоп игра! Стоп игра! Это был последний ход 345-го тиража жилищной лотереи. Итак, в Мудотроне осталось четыре шара. Сейчас я назову их номера. Шар номер два. Три. Тридцать шесть. И шар номер сорок семь. Эти номера зачеркивать не нужно. Если их нет в ваших билетах, значит, вы выиграли! 345-й тираж жилищной лотереи завершен. А сейчас давайте подведем итоги сегодняшнего тиража. В жилищной лотерее было разыграно призов на общую сумму 25 миллионов 716 тысяч 449 рублей. Выигравших сегодня 102 тысячи 241 билет. Мы еще раз поздравляем всех победителей сегодняшнего тиража жилищной лотереи. В следующем 346-м тираже жилищной лотереи вас ждут 10 домов у моря и тысячи денежных призов. В платокроне останется всего три шара. А значит, победителей будет больше. Супер-приз следующего тиража жилищной лотереи – трехкомнатная квартира в Москве площадью более 100 квадратных метров с панорамным видом на город и 26 237 114 рублей. Мы поздравляем всех победителей. Конечно, каждая семья должна жить в отдельном доме или в отдельной квартире. Потому что жилищный или, как писал классик, квартирный вопрос может испортить не только москвичей. Друзья, о семье и всех ее насущных вопросах мы поговорим в русском лото с нашей гостьей, предпринимателем, общественным деятелем. А самое главное – счастливой женой и мамой семерых сыновей Алиной Беларевой. Дождитесь, через пару минут мы продолжим рекламу на канале НТВ. Дорогие друзья, с вами вновь программа «У нас выигрывают». И мы отмечаем сразу два праздника. Сегодняшний день Ивана Купалы и завтрашний день семьи, любви и верности. Главное, что оба эти дня представляют любовь, семью и счастье. И наши сегодняшние гости, думаю, многое об этом знают. Счастливая жена, мама семерых сыновей. При этом состоявшийся профессионал, общественный деятель, обладательница многих титулов и наград. Алина Беларева! Именно она и будет помогать мне сегодня в проведении розыгрыша «Русского лото». Вы готовы, Алина? Готова. Прекрасно! Мы начинаем! Сегодня в 1291-м тираже «Русского лото» мы разыграем для вас 20 загородных домов и множество денежных призов. В мешке останется три бочонка, а значит, победителей будет больше. Удачи вам! Алина, нам нужно засыпать бочонки в мешок и держать штурвал семейного вашего корабля. В руках вам не привыкать, я так понимаю, это верно. Ну что же, поэтому я прошу вас сюда, вот к нашему снаряду. Будете вращать штурвал. Сейчас я подставлю игровой мешок. И давайте пожелаем с вами вместе удачи всем, кто играет в «Русское лото». Поехали! Призовой фонд 1291-го тиража составляет 121 343 500 рублей. Джекпот 1 048 0964 189 рублей. С подробными правилами «Русского лото» вы можете ознакомиться на лотерее, на билетах и на сайте 100loto.ru. Тщательно перемешаем. Ну вот, пожалуй, что так. И мы начинаем 1291-й тираж «Русского лото». Призовой фонд первого тура «Русского лото» составляет 420 000 рублей. Желаем вам удачи! В первом туре выигрывают билеты, в которых все пять чисел любой горизонтальной строки совпадут с номерами бочонков, извлеченных из мешка. Алина, доставайте первый бочонок. Это ваше почетное право. И... 32. Номер 32. Прекрасно. Теперь мы меняем с вами местами. Теперь вы отвечаете за мешок, а я буду доставать бочонок. Держите, пожалуйста. Так. Номер 35. Алина, всех волнует вопрос, в чем секрет семейного счастья? Вы должны это знать. Ну, наверное, должна быть в первую очередь любовь и взаимопонимание. Ну, а остальное... Остальное дети. Ну, у кого как. Ну, а вы с мужем сразу одинаково понимали принципы совместной жизни? Номер 76. Или они вырабатывались постепенно? Ну, конечно, изначально люди должны совпасть, как пазлы. И поэтому какие-то были у нас совместные принципы понимания. А потом уже вырабатывались совместные в течение жизни. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Номер 16. Ну да. Это легко говорить. Вырабатывались, да? Ну, вырабатывание – это и притирание друг к другу, привычка, и нахождение каких-то качеств, которые раньше не замечал. Номер 37. Конечно. И притирание, и нахождение. Ну, а вы много нашли нового, положительного в своем супруге после замужества? Номер? Вы знаете, да. Пожалуй, я много нашла в нем положительного в течение наших совместных лет проживания. Ну, и потом, когда какие-то возникают недопонимания, сразу вспоминаешь все, что хорошее есть в человеке. Особенно правильное, наверное, вспоминать первые дни, первые годы знакомства. Прекрасно. Номер 28. Вы уже видели. Внимание. Внимание. Сложилась предвыигрышная ситуация. А это значит, нам нужно поменяться местами, потому что раз предвыигрышная ситуация, то решать ее вам своей рукой. Так, вот так. Правильно? 89. Номер 89. Стоп игра. Стоп игра, дедушкин сосед. Итак, в первом туре «Русского лото» выиграли сразу 7 билетов. Выигрыш составил 60 тысяч рублей на каждый выигравший билет. Примите наше поздравление. Примите наше поздравление. Я объявляю начало второго тура. Во втором туре мы начинаем разыгрывать 20 загородных домов. Во втором туре выигрывают билеты, в которых все 15 чисел одного из игровых полей, верхнего или нижнего, совпадут с номерами бочонков, извлеченных из мешка. Прекрасно. Все понятно. Поехали. Алина. Да. А как вы себе представляли номер 71? Модель семейной жизни в юности. Ну, из книг, из фильмов или, например, родителей. Вам вообще представлялось, что с вами будет? Конечно. Я, как все девочки, начитавшись всяких книжек, посмотрев фильмы, романтики. Номер 48. Нарисовала себе какую-то картинку идеальной семьи и оказалось на деле это полная утопия. Номер 84. Поэтому с годами ты понимаешь, что у каждого свой идеал. Номер 45. И мы ежедневно работаем в семье над тем, чтобы жить в мире, в согласии, в дружбе. Номер 82. Семейная жизнь – это ежедневный тяжелый труд. Да. Это правда. Но радостный. Однозначно. Номер 8. Номер 20. Внимание. Следующий ход, 15-й. А сейчас мы уделим этому аспекту нашей игры особое внимание. Прямо сейчас может быть разыгран наш рекордный джекпот, который составляет 1 миллиард 48 миллионов 964 тысячи 189 рублей. Выигрывают билеты, в которых на 15-м ходу все 15 чисел одного из игровых полей, верхнего или нижнего, совпадут с номерами бочонков, извлеченных из мешка. Итак, сейчас может быть разыгран джекпот более 1 миллиарда рублей, номер 79. Джекпот русского лото сегодня не разыгран. Не разыгран. Его призовой фонд переходит в следующий тираж, и мы продолжаем ждать нового мультимиллионера. Ну и продолжаем. Вы по образованию, Алина, номер 2, психолог. Да. Есть такой. Ну, сейчас очень модно движение за феминизм, за самостоятельную жизнь, ну вообще за самостоятельную женщину, точнее сказать. Ну вот, как вы к этому относитесь, как женщина и как психолог? Ну, вы понимаете? Номер 10. Я же живу среди 8 мужчин, и мне невыгодно быть феминисткой. Номер 29. Конечно, конечно, сейчас вам многие женщины завидуют. Такое окружение. Номер 52. Так. Номер 62. Ну, вы понимаете, да, что все равно какие-то конфликты в семье неизбежны. Да. Из-за чего вы можете поссориться со своим супругом? Ой, из-за чего угодно. Ну, ага, номер 11. Вы же знаете, что любая женщина может сделать из ничего шляпку, салат и скандал. И скандал, это точно. Да. Но поскольку у меня муж человек уравновешенный, то самое главное... Номер 60. ...это вовремя... Остановить. ...меня остановить. Да. Главное не вывести его из равновесия. Да. Ну и, конечно, взаимопонимание должно быть. Номер 75. Идти на компромиссы, обязательно идти на компромиссы. По-другому просто семья не выдержит. Номер 30. Ну, вот вы поссорились, предположим. Да. Ну, по незначительному поводу. Кто первый идет на примирение? Ну, вы знаете, скорее всего, у нас ничья. Номер 67. Ну, вот Станиславский и неврожденщины, когда ссорились, они по очереди ходили мириться друг к другу. Раньше чаще я. Ага. А сейчас я повзрослела. Номер 34. И иногда даю ему шанс. Номер 38. Ну, вот вы психолог по образованию. Это вам помогает? В семейной жизни или воспитании детей? Номер 88. Ну, это часть важная семейная жизнь. Ну, изначально у меня первое образование педагог иностранного языка, а после... Номер 15. ...получала второе высшее образование уже психолога, потому что я считала, любой педагог должен быть еще и психологом. Хороший педагог. Поэтому и... Номер 44. И педагогическое, и психологическое образование моим детям, бедным, несчастным, наверное, да, они спросить у них... Номер 61. Мы спросим, мы спросим, мы дойдем до этого вопроса. Ага. Номер 83. Внимание. Внимание. Сложилась предвыигрышная ситуация. Ах, вот как. Значит, мы вновь меняемся местами. Раз предвыигрышная ситуация, это уже дело рук почетных... Меня кто-то очень оценит. ...гостей нашей программы. Здесь выиграет. Нет, ничего страшного. 72. Номер 72. Фияческие способности. 55. Номер 55. Так, так, так. 26. Номер 26. Играем. Продолжаем розыгрыш. Продолжаем. Семьдесят. Номер 70. Продолжаем, ждем победителя. 42. Номер 42. Продолжаем. 59. Номер 59. Стоп игра. Стоп игра. Итак, во втором туре русского лото. Определился победитель, он приобрел свой счастливый билет в Ставропольском крае и выиграл. Загородный дом. Запомните этот день, он счастливый. Мы поздравляем победителя. Мы переходим в третий тур. В третьем туре мы продолжаем разыгрывать загородные дома. В третьем и последующих турах выигрывают билеты, в которых все 30 чисел обоих игровых полей совпадут с номерами бочонков, извлеченных из мешка. Прошу вас. Я прочитал, что у вас культ чистоты в доме. Это правда. А как это возможно при вот таких архаровцах и семь человеках? Номер 73. Это очень сложно, но возможно. Просто меня с детства приучили к чистоте и к порядку в доме. Номер 43. Родителям было проще. У моих родителей было две девочки. А когда в доме семь мальчиков, это, конечно, очень тяжело. Номер 40. Но при этом это все-таки возможно. Вот вы мудрая женщина, вот действительно. Вы мне ни разу не помешали произнести номер. Значит, вы как умеете уступать дорогу мужчины? На секунду, но очень так ненавязчиво. Мне кажется, я вас постоянно перебивала. Спасибо. Номер 1. Ну вот вы в мужском царстве, в окружении преданных мужчин. А какова роль ваша в семье? Вы о всех заботитесь или все заботятся о вас? Ну, скорее всего... Номер 7. Я забочусь обо всех, находясь на пьедестале, а все заботятся о маме. Номер 63. Это как у вас застроено. Здорово. Ну, а чем занимаются старшие сыновья номер 54 в доме? Ну, в первую очередь учебы. 22-летний старший сын. Номер 5. Отлично учится. В этом году окончил университет магистратуру. Мы сейчас, да, планируем дальше учиться. А второй... Номер 57. В академии учится на бюджетном отделении в Темиряевской академии. Прекрасно. Номер 50. Высшее образование получат, а там дальше, надеюсь, смогут устроиться на хорошую работу. Но до этого они просто в семейном бизнесе помогали нам. Номер 68. Ну, эти женятся ведь, а? Да. Вот я себе представляю. Да. Семикратная свекровь, а? Ау. Это здорово. А вы готовы к психологическому этому? Ну, конечно, я буду только благодарна девочкам, которые возьмут на себя моих чудесных мальчиков. Номер 31. Ну, да, вообще, конечно. Но все равно женщины, каждая женщина одна в этом мире. И вдруг появится вторая, потом третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. Пожалуйста, я же понимаю, что это рано или поздно должно состояться. И я буду только рада, если мои мальчики будут счастливы. Номер 74. А вы как-то советуете старшим? Ну, по поводу выбора каких-то девушек, за которыми они ухаживают. Номер 36. Это их выбор. Исключительно их. А вы каких хотите видеть? Ну, номер 14. Ну, вот маленьких, худеньких, толстеньких, трудолюбивых или, наоборот, мечтательных. Ну, во-первых, у меня все мальчики совершенно разные. И у каждого свой вкус. Поэтому пусть каждый выберет себя. Я буду рада, если мой ребенок счастлив. Номер 13. Ну, а на вас она будет чем-то похожа? Как вы думаете? Они ведь вас обожают. Я вообще допускаю уже в мысль психологическую, что мальчики выбирают обычно женщину, похожую чем-то взломатную. Ну, конечно, если мама идеал. Номер 66. Есть валенки. Ну, а как вы проводите свободное время с детьми? Ой, свободное время. Чем занимаетесь обычно? Номер 22. Утята. Внимание. Сложилась предвыигрышная ситуация. Меняемся. Да, меняемся. Меняемся. Я знал, что вы запомните и будете вытаскивать бочонки в самый решающий момент. 4. Номер 4. Стоп игра. Стоп игра. В третьем туре выиграл один билет, приобретенный в Москве. Мы рады сообщить вам, что вы стали обладателем своего собственного загородного дома. Поздравляем победителей. Поздравляем победителей. От души меняемся с вами местами. И теперь вот настал момент поговорить с этими джентльменами. Здравствуйте. Еще раз рада приветствовать вас на нашей передаче. Ну, а скажите, друзья мои, у вас какие обязанности в семье? Наши обязанности в семье – это хорошо учиться и поддерживать порядок в доме. Я иногда мою посуду. Я иногда пылесошу. А я каждый день заправляю кровать, где слежу за братьевым. Ну, что ж ты будешь делать, а? Ну, скажите мне, вот у вашей мамы есть недостатки? Отвернитесь. Мне кажется, нет. Идеальная женщина. Мне тоже кажется. Молодцы, настоящие мужики. Спасибо, ребята. Мы переходим в четвертый тур «Русского лото» и продолжаем разыгрывать «Загородные дома». «Загородные дома» номер 64. Продолжаем розыгрыш. Продолжаем. Номер 90. Дедушка. Продолжаем, ждем победителей. А дедушка жив, здоров? Нет, у нас нет дедушек, у нас только одна бабушка. Бабушка есть, да? Да, да. Вот по поводу досуга, значит, мы не успели с вами закончить ответ. Значит… Номер 27. На самом деле, мы очень много вместе проводим времени, мы очень много путешествуем. И мы зимой катаемся вместе на горных лыжах, мы летом вместе плаваем, дети играют в футбол. Своей командой. Да, катаются на велосипедах. То есть, в принципе, очень много интересных каких-то тем. Мы часто принимаем участие в различных фестивалях, конкурсах, отобъединяем многодетных семей Москвы. Номер 23. 23. Да. Так что у нас достаточно насыщенный досуг, ну и мы любим ходить, естественно, в театры, в музеи. Номер 77. Продолжаем розыгрыш. Номер 6, точка внизу. Ждем победителей. Ждем победителей. Ну, я понял, что ваш досуг, конечно, очень разнообразный номер. 18. Выиграли три билета, приобретенные в Воронежской области, Санкт-Петербурге и Пермском крае. Выигрыш. Загородный дом. На каждый выигравший билет. Будьте счастливы в нем. Поздравляем вас. Поздравляем. Ну, вы-то знаете, что такое жить в отдельном загородном доме. Да, нам это знакомо, потому что в квартире очень тесно. Ну, порадуемся за тех, кто будет переселяться в загородный дом. Номер 33, Кудри. Выиграли 9 билетов. Выигрыш. Загородный дом. На каждый выигравший билет. Это счастье. Замечательный выигрыш. Поздравляем. Номер 65. Выиграли 5 билетов, приобретенных в Адыгее. 3 из них в Москве и в Ростовской области. Выигрыш. Загородный дом. На каждый выигравший билет. Вы победители. Наши поздравления. Номер 46. Стоимость оставшегося загородного дома поделили между собой сразу 19 билетов. Таким образом, каждый из вас выиграл по 36 842 рубля. Отличный выигрыш. Поздравляем. Сегодня в Русском лото было разыграно 20 загородных домов. А сейчас наступило время разыграть оставшийся денежный призовой фонд сегодняшнего тиража. Ну, прекрасно. Из вашей анкеты я прочитал, что вы много путешествуете. Номер 41. Как у вас это получается-то все-таки при такой большой семье? И где вы побывали? Наиболее интересные места. Я даже не знаю, что назвать самым интересным, потому что... Номер 81. Очень много путешествуем по России, по Золотому кольцу и даже подмосковные города изучим. Номер 17. Я составляю маршрут. Так. Потом мы, соответственно, приезжаем, когда я провожу экскурсию. Номер 12. Я являюсь для них и групповодом, и гидом, а если это за границей, то... И переводчиком. Гидом-переводчиком. Номер 39. Поэтому наши дети... Номер 21. Могут изучать и географию, и историю в путешествиях. Номер 86. А поскольку мы объехали уже около 80 стран... Ой-ой-ой. Номер 87. Они знакомы, ну, как минимум, уже полмира видели. Еще вторая половина осталась. Номер 3. А у вас вот есть момент, когда вы как бы с мужем удаляетесь? Да. И... Обязательно. А дети сами номер 25. Обязательно бывают моменты, когда нужно уйти не только погулять в парк на полчаса, но иногда мы уезжаем вдвоем с мужем. Номер 24. Это обязательное условие для любой счастливой семьи. А кто, старшие дети остаются? Старшие дети, либо мы... Номер 47. Просим помощницу присмотреть за детьми, да, и, ну, можно поручить там бабушке. Вот, в принципе, разные варианты. Я считаю... Любой семье надо использовать любые варианты, чтобы муж с женой оставались даже после 50 лет совместной жизни вдвоем. Я с вами абсолютно согласен. Номер 56. Так, мы финишируем. Номер 85. Ну, а спорт вы культивируете в вашей семье? Конечно. У нас дети играют в футбол. Номер 9. Я понял, своей командой вы можете играть спокойно. Вместе с папой на воротах. Зимой катаемся на горных лыжах. Номер 49. У нас папа профессионально играл по молодости за футбольную команду. Номер 78. За какую? Не Спартак. Ну, вот, наконец-то я нашел недостаток у вашей мамы. У папы. За кого болеете-то? Ну, у нас традиционно Динамо. Ну, понятно. Папа болеет за Динамо, его папа болел за Динамо. Все, все, хватит. Не надо об этом. Нет, ну дети просто радуются, у них выбора нет. Я понимаю. Номер 19. Внимание. Следующий ход, последний. А этот, значит, ход ваш, Алина. Ага. И последний бочонок сегодняшнего тиража. Счастливый. 58. Номер 58. Стоп игра. Чувствую. Это был последний ход 1291-го тиража русского лото. Мы высыпаем все, что у нас осталось в мешке. Три бочонка. Проверяйте, пуст ли наш игровой мешок. А я называю номера, которые остались в мешке после окончания игры. Номер 51. Номер 53. И номер 80. Эти номера зачеркивать в своих билетах уже не надо. Они остались в мешке после окончания игры. По ним, по этим трем номерам еще раз проверьте игровую сетку вашего билета. И если в ней нет ни одного из этих трех номеров, это значит, ваш билет... Вы... Играл! 1291-й тираж русского лото завершен. Уважаемые участники русского лото, сегодня мы разыграли для вас призов на общую сумму, внимание, 89 миллионов 189 тысяч 785 рублей. Выигравшие сегодня 684 тысячи 258 билетов. Джекпот следующего тиража. 1 миллиард 81 миллион 117 тысяч 904 рубля. Рекордный джекпот! Возможно, кому-то посчастливится выиграть его в следующий раз. А кроме этого, в 1292-м тираже русского лото мы разыграем для вас 30 призов по 700 тысяч рублей и множество других денежных призов. Удачи вам, дорогие друзья! Сегодня в пяти лотереях выиграло 952 тысячи 584 билета. А я хочу обратиться к нашей уважаемой тиражной комиссии. Я прошу вас подвести итоги всех сегодняшних тиражей. Нет ли у вас каких-нибудь замечаний, говорит юрист Евгений Проховник. По результату сегодняшнего розыгрыша лотерей, бинго 75, 6 из 36, золотая подкова, жилищная лотерея и русское лото, замечаний нет. Это будет зафиксировано в нашем протоколе. Спасибо, Евгения. И у меня вопрос к семейному психологу Анне Крылаева. Анечка, всех волнует вопрос, как сохранить любовь в семье на долгие годы? Как? На мой взгляд, для этого нужно уметь говорить, уметь слышать и быть благодарными. Строить мосты, а не стены между друг другом – это ключик к семейному счастью. Прекрасно! Спасибо, Анечка. Я хочу спросить волонтера объединения многодетных семей города Москвы Елену Рязанову. Леночка, а что вас заставило пойти в волонтеры именно к многодетным семьям? У меня один ребенок, но вот моя сестренка со дня на день ждет уже шестого малыша, порадует меня шестым племянником, да. Вот. И я понимаю, какие трудности бывают в многодетных семьях. Вот. И наша организация, она помогает таким семьям. Прекрасно! Спасибо большое, Елена. Алина, мы наше гостей не отпускаем без подарка. В этом году русского лото юбилей. В октябре нам исполняется 25 лет! 25 лет русскому лото и 5 лотерей в нашей программе. Поэтому примите от нас в подарок эти 25 лотерейных билетов. По 5 билетов в каждую лотерею и пусть вам повезет. Счастье, любви вашей огромной семье. Дорогие друзья, о любви написаны сотни книг, стихов и песен. Но каждый ищет в жизни свою. Единственную. Идти по жизни рука об руку вдвоем или создавать свою большую семью каждый решает сам. Но дети это наше счастье, это наше будущее. Мы устаем на работе, раздражаемся по мелочам, но знаем, что дома нас ждут родные и любимые. Берегите свою семью, любите своих близких и верьте в свою удачу. Мы все в нее верим, потому что у нас выигрывают! КОНЕЦ!